Я хотел спросить, знаете, бывает вот, ну, сферы, там, мне, допустим, космос нравится, вот, бывает, отправляет там космонавтов, и их подбирает, естественно, чтобы была какая-то совместимость, чтобы проекты были, там, к Марсу готовятся, бывает, вот, психологи учат, чтобы муж, жена были как-то вот совместимы, чтобы там, вот, вообще совместимость, как это все эти Библии слова, потому что, бывает, там, говорят, покушал что-то несовместимое, там. Лучше человека никто не определит, сегодня электронная сваха, туда запускает данные, вот такое-то, я люблю такое-то, такое-то, и она там тоже дает, ну, и таких 50 тысяч мужчин ищут, женщина была, жизнь, и 50 тысяч, и машина маленькая, и выдала ему, выдала, вот, полностью вы подходите вот это, он посмотрел, так это, говорит, моя жена, в которой я разбился. А раньше-то были свахи, они знали родню, всех, образование, достояние, и сваху призывали, ну, у меня парень-то вырос, или девушку выдать-то, а она знала, в окрестной деревне всех, она этим и жила, и она давала советы дельные, а вот здесь нет, не пойдет, а вот думал, зять, нет, отец у нее такой-то, вот это, и такое-то, там, ваша девчонка, я знаю, она такая нежная, а другому, ну, да это такая дерзкая девка, он возьмет, он намучится с ним, житья не будет. То есть, она все видела, и состояние, и знала, да, вот, совместимость, сегодня, больше всего этим играют, сходятся они, там, козероги, разная, которые, там, по звездам определяют, астрологи, вот, я не знаю, у меня какой-то тоже, на каждого есть, когда-то родился, я 10 июля, вот, ну, и совместимость. Вот, в космос, мы сказали, в космос, я считал, как отбирают, вот такого отбирают, там, поповища, а он много говорит, там, что-то так, а с ним Герман Питова, да никуда, Герман, он за сзади, слова не скажут. Я сижу в кармере, мы двое, со мной сидит директор, мама, он сказал, рыбокомбинатор, а рыбак алтайского края, мы на один, и мы пришли, авиаторы, холодильные, идут с Дальнего Востока, с Балтики, самая дешевая рыба, и космонавт, и первый секретарь, все у него там обитали, жена говорит, каждый день готовила по два ведра только борща. И вот я говорю о совместимости, сначала закончу с этим, и вот мы сидим с этим, его Владимир Дмитрофанович звать, Сивер фамилия, ну, мы идем, допустим, прогулка каждый день, один час, ну, идешь по этажам, на крышу поднимаешься, когда крыша плоская, ну, оборитики-то, может быть, где-то наклон-то есть, а потом отдельно такие, куда заходишь, вот такая вот комната, а там решетками все-то захвачено, и по стенам ходят часовые, смотрят, а мы даже держались свежим воздухом, прогулка называется. Ну, идем-ка-то, ну, что, в север, небось, рад, тебе папа посадили, ой, я с ума ссойду с него. С целыми днями молятся, не поговорить, ничего нет, я с ума ссойду говорю. Обычно, когда кого-то начинает бить, долбить, называется, поставить на лыжи, он тогда, ну, начинает над ним это издеваться, он тогда бьет, бьет, у дежурного, потому что, ну, что, ломишься-то, это вылобился, ломанушкой его называют-то. Уберите меня отсюда, уберите, он больше ничего не говорит, ну, там решайки, куда-то, а это считается человек слабохарактерный, не выдержал, там, испытания, а про севера этого сказать нельзя, он во главе, вот, когда судят, у него там секретарь, партийная шлейф, и он во главе, кто во главе, называется, за паровоза. Так, он за паровоза шел, он замминистра заходил, говорит, осторожно, помоги вам закрыть. Так, ногами, говорит, дверь открывал, никого не боялся, а тут, нет, я не выдержу, я, наверное, вылубился за этой хатой. Эту камеру, хатой называется, стущаться надо, только подумал стущаться, а я, мой господи, ну, как бы сделать так? Вот, стущаться, заходит прилично обетый мужчина, такой стадный, только зашел, ну, куда меня привели? Как на курорт, все чисто, все есть. А Семен посмотрел ему, слушай, ты лозен? Лозен? Полковник? Ну, а что? У тебя жена Соболеву свихнулась? Ну, да. А ты его дома застал, когда тебя не было живой-то вместе-то? И побил его. Ну, да. А как вы меня знаете? Он ему все выдал. А он преподаватель второй группы космонавтов. Был начальник летного училища. То есть я много могу рассказать конкретно и из чего-то. И, вот это, с ума с вами с этим попом? Целыми днями стоит головой, как лошадь, от паута подбивается лошадь. Машет головой. Мне это интересно показалось. Он это воскорбление сказал. А я думаю, как правильно-то? Я от грехов отбиваю и встаю. От бесов. И вот, правда, давляет этого человека. А они-то с ним теперь уже. Ну, а что он больше говорит? Этот еще про Севера не знает. А Север только, может, практик был, он не теоретик. А тот только теоретик, практика, ничего не знает, себе суд не свалит. А у них разговор кончился. Наступила моя очередь с 8 до 10 пропагандовать. Открываю Библию, а если слушают. Вот Бог как делает. То есть совместимость муж и жена. Это не просто так. Да еще жених и невеста. Ко мне присылали таких, в других городах. Определить совместимость. Как они? Подходят или нет друг к другу? Ну, я посмотрел нисколько. У меня тетония была Бакланова. Она, ее муж отобрал детей. Она была монашка. Подпольщика, Тихоновца. Я к ней. Тетония. Поговори с ним. Она буквально 5 минут поговорила. Вышла, ну, такого, так она подослала. Она совершенно разная. И девчонка-то оказалась. А фамилия, которую я прислала, Нинаева. С городом Прокопис. Ну, мы ее сразу показали, что их не буду. И мать, и дочь послушались. А они отошли. И она вышла замуж и стала матушкой. А муж стал священником. Понимаешь? Вот эта совместимость, это надо понять. Теперь я попрошу Иосифа. Притча Соломона 14.17. Слушайте. Спыльчивый может сделать грубость. Но человек, умышленно делающий зло, ненавистен. Еще раз, первую половину. Спыльчивый может сделать грубость. Спыльчивый. Вам понятно, что происходит? Мы говорили нормально, еще-то я маленько, только в целом сразу. Ну, ладно, ты за собой смотри. А у тебя-то, где она, дочь, гуляет? Даже не знаю, тебе надо. Он вспылил, маленько. Отойди от меня, а то я сейчас тебя. Вот сейчас только разговаривали. Такой разговор хороший был, а я наступил, как говорится, на мозоль. Еще прочитаем. 15.1. Гнев губит и разумит. Кроткий ответ отвращает гнев. А оскорбительное слово возбуждает ярость. Видишь, как? Еще 22.24. Я пишу самому. 22.24. Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком спыльчивым. Не дружись. Ничего не получится. Чуть не по нему, он сразу, вон, и все. И такой пакост может сделать. Не дружись. Еще. 29.22. Это пыльща Соломона. Человек гневливый, заводит ссору, и спыльчивый много грешит. Какое дело? А то он такой горячий. Ну, горячий подспыльчивый. Ну, горячий в этом пыльщу, только не так все равно же в разнос идет. Не годится. Есть Серахов, но тут нет его. 8.19. Можете записать. Серахов. 8.19. Там написано вот такая. Соскучий человеком на водиночестве не ходить. Через пустыню. Для него кровь пролит, как воду. Открой. Серахов. 8.19. И тогда написано. У вас много такого пивника. Не соврек на тебя? Сопричавый. Можете открыть. Сопричавый. Сопричавый. Нету. Ну, ладно. То есть, за него, за спыльчивающего человека, не думай, дочь отдать. Ну, ничего не получится. Он ее или убьет, или что-то, по подозрению, или как-то. Я сидел с таким, где-то. Жена? Что-то, где-то, как-то. Я сказал, не ходи. Ну, я бы не ходить только. Я, говорит, встал вот так вот, взял нож в руки. Она, как под руку. Я, когда она под руку-то полезла, я, говорит, как дал рыбород. Сразу завалил. Милиционер. Вспыльчивый другой. Сажает. Там, пьяни все какие-то. Ну, лезь. Да, поднимать в машину, грузобой. А он упирается. Я, говорит, лезь. Он, он никак. Он махнул. Представляет, я прям в спину ему выстрелил. Подло. Я должен же уговаривать его. Ну, теперь ты сидишь. Вспыльчивый. Припомните. И подумайте. Потушить гнев. Человеку не удается. Я жалею, что сделал это. Потом, может, скажет. Но я не знаю, как так получилось. Дом так сказал. Как размахнулся. Как умазал ему. В церкви стоит. Мы встречались на один раз. Я говорю, в церкви разговаривать нельзя. Он это принял. Стоит, молится. А бабки разговаривают. Перед ей. Баба, а в церкви нельзя разговаривать. Она опять разговаривает. Ну, я же сказал, нельзя. Она, как сейчас я размажу по стерке-то. Она бабка трон за болтой. Я говорю, в церкви, я тебе как сейчас позорно. По мусалам-то и все. И уговорил. Бывает несовместимость желудки. У нас вот любит одна. Это вот у вас за салом что? А вот ты. Такое, да, это несовместимо. Дети едят все нормально. Определяет желудок. Ты хочешь знать несовместимость кулинарии? Пиши. Парное молоко и свежее слива, несовместимое. Ты будешь первую стоять в очередь в туалет. Огурцы еще. Одно выше. Огурцы, да. Огурцы еще. Дальше. Парное молоко и дыни. Дыни вообще рекомендуют есть одну. Но я тебе говорю, что я принимаю все, что сказала. Пиши. Парное молоко и дыня. Одна дыня ищите еще. Парное молоко. И это еще не все. После 50 лет, парное молоко, больше половины дыни не могут уже есть. Только слив. И батюшку вот он не может. Никак. И только надо с хлебом разжевывать. Вот эта совместимость и несовместимость, она дается от Бога. Тебе не надо это перешагнуть. Врач говорит. Пришел, говорит, на прием полковник. Это большая девица такая. И говорит, не знаю, что делать, говорит. Ходил, говорит, врач диету прописал. Я все выполняю, говорит. Парад идет, а меня в туалет сядет. Хоть штаны отложи. Что делать? Он говорит, а что врач прописал? Да охотный такой диетолог. Да давай, подожди, молоко какое? Парад, ну, так это самое время теперь. Ты исключи это из рациона. Что ты исключил? Приходит там через беседу, у меня все исчезло. Ну и все. Несовместимость с твоим организмом. А другого ему нуждения, вот маленькие мы были. Мать доет корову, а мы потихоньку к ней. Она колхозная корова доет. А мы растли, допьемся досыта. Охота расти. Несовместимость. Сегодня говорят несовместимость правильного воспитания библейского с тем, что дают. И вела внестица против ребенка удать. Она пришла домой и косты обрезала. А мать ее взяла и постигала. Мне кажется, шестеро, а седьмой ребенок две недели. Полиция пришла, отобрала и двухнедельного ребенка. Его уже и жену посадили. Козлову фамилию. Его, кажется, знать Николая, в Америку уехали, с Украины. Семь лет. Семь лет. И ничего нельзя. Они фотографии показывают. Какая семья, какая хорошая. А девчонка пошла и по телефону брякала в этот совет. Они тоже налетели. Во Франции больше двух с половиной миллионов детей уже забрали. Забрали полностью. Разрешают встречаться, допустим, раз в год в Иисусе полиции. А почему пришли, а на мать ребенка прижала к себе внушающую любовь. Вот, знаете, такое выражение. Муж сидит в компьютере, ребенок играет в игрушки. Они как раз зашли. Здравствуйте, он повернул голову. Да, здравствуйте. И больше не повернулся. У него сейчас там по интернету. Все, у нас ребенку никакого внимания. А ребенку там полгода. Он играет игрушками. Почему не на коленях? То есть надо отнять его отнимут. Не кем накормили. За ней гонился. Она из Испании, кажется. Она прибежала в посольство свое с ребенком-то. И там сидела, пока ее не вывезли со стороны. Это Скандинавия. Совместимость должна быть с Богом. Совместимость. Вот вышел фильм такой, называется «Огнеупорный». Кто смотрел? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Он говорит какой-то мне, говорит, тема, я сейчас статью напишу. Он именно о том, чтобы мужчина не был подкапучником. Вот это тема. А что? Фригильная стерва. Ее называют. Как она покоряет мужа? Он 40 дней должен был его угождать, пока он будет счастлив и вполне стереть. А надо было что? Чтобы она согласилась занять свое место женское. Он пришел, мало ей внимания уделяют. Мало уделяют. Да он под пожаром, он ползет там, проламывает пол, вытаскивает. Она сидит дома, где-то на работе. Что тебе надо-то еще? И обеспечено. А это считается за высшую степень, правильно как делать. Это отец сказал, что по Библии там это крутил, вертел, не повернулся. Не православный еще. Этот фильм мусульман даже показывать не будут. Как он? Она над мужем так издевалась. Еще-еще, развода нет, она уже крутит другим. Но. И она его просто бьет под каблок. А если ты женился, а она верующая, а она его мученька, прямо говорится, учить жене не позволяю. Учить жене не позволяю. Павел спрашивает. Не властвуй над мужем, но быть в безволновии. Вот это одно выполни, и ты уже будешь околосарство небесное. Запиши себе. Учить жене не позволяю. Ева научила. Потому что, говорит, не муж из жены, но жена от мужа. И не муж совершил, уважающий нам Павел в преступление, а на немощных сосудах. Веди себя как немощный сосуд, а не как чугунный котел. Разбивая ему голову. Определенно и четко и ясно. Один насоветовал как. А как же только муж еще пойдет? Он такой горячий прямо. Ну еще ты туши водой. А как? Ты в церковь ходишь? Дохожу. Святая Водоверская. Если как только муж разойдется, ты сразу хребни вот это. И во рту держишь и не проглотывай. Пока он не умолкнет. А как умолкнет, проглоти. И дело наладит. Одна очередность пришла, говорит, я ни в одно слово-то сказать не могу никак. И полный мир наступил к себе. Водой потушила. Вот совместимость должна быть по слову Божию. Совместимость с Богом. И тогда в нашей жизни совместится все для Царства Небесного. И у Бога высчитана вот эта наша встреча. И о чем будем говорить? У Бога все высчитано. Я однажды посчитал случай, что у Бога высчитывается на сотую долю секунды. И притом, ну никто так пишет, а борт твэр. Корабль. Корабль большой. Он высокий. И с борта если смотреть, то далеко там где-то. Надо чтобы увидеть, надо ты должен быть на том же уровне, как где-то кто-то плывет. А сверху ты будешь смотреть. На самом горизонте ты не увидишь. А сверху ты вот так смотришь. На мой взгляд. А дальше ты где-то там за 20 километров. Что ты увидишь-то? В одном месте кораблекрушение было. Потерпели. И они на плоту. Плот был. Они на плоту уже вторую неделю. Все, что можно было. Все поели. Все пожевали. И ничего нет. Один говорит. Корабль идет. Ну они выставили. А он мимо прошел. А сделали куртку. Куртку на флажстоп. Палка стоит на плоту. И вот так вот. Ну корабль-то проходит мимо. А на корабле в это время вышел священник. Сидит. Ну жезлом называется такая. Качалка. И читает Библию. Считает. И книжка-то упала. Он ее наклонился. Поднимать-то. И в это время. На самом низком уровне между волнами идет корабль. А я в это время. Подняла на самой волне. И он назад поднял. Закат солнца. И прямо на закат солнца. Отобразился этот кружок. Он как-то кричал. Человек в воде. Он увидел этот флажок. В море. Наш коп не бывает. Они остановили корабль. Пока затормозили. Полтора километра ушли. Они назад вернули. Шлюпки послали. Те ищут. Кричат. Волна. Понимаю. А отец потом отвечает. Говорит. Мы никто не можем. Голос пропал у всех. Горта не работает. Он говорит. Я здесь. Я здесь. А кто его слышал? И наконец Господь дал. Все. Откнулись. Нашли. Подняли. И тогда они их. Мы вот это узнали. Это надо было поднять. Опустить. На закате солнца. Чтобы так какого не увидели. И на солнце. Которое уже ниже. Отвечали. Отобразиться. И упала книга. Иначе он туда не смотрел. А в книгу смотрел. Это невозможно. Невозможно для человека. Возможно Бога. И когда все это совместили. Это не сотая. Тысячная доля секунды. Не раньше, не позже. В момент, когда он поднял книгу. Еще ничего не значил. Когда он открыл глаза. И когда тех поднял. А эти опустились. На одном уровне. Может он выдумал. Но я знаю. В жизни бывает такое. Я пошел уголь брать. Мы берем уголь. До углята. То есть. Доску убираешь. Опять выбрали. Опять доску. А куда закидывает? Как вверху. Я полез туда в выкид. Я не работаю. Я набрал уголь. В темноте. Зимой 6 часов. Я оттуда землю. Только перешагнуть. Засветился сапогом. И грохнулся на землю. А в темноте стоят ведра. А я лесок до земли. Я попал точно вот так вот сюда вот. Просто по ушам только заделал. Я поднялся. Когда первым делом шапку долой. И давай молиться. Да кто же это за меня так молится? Когда мы в первом доме были. Сама на батюшке-то стоит. Прут матушки-то. Батюшка смотрит туда корову. Вот ее привязал. А она из второго. В это время сильный ветер. И березу ломает. И падает на корову. Ну батюшка-то еще такой. Подойти посмотреть. Позвать, что закололи. Он туда пробрался между ветками. Она стоит и ветки жует. Вот так вот разветвленно оказалось. И корова посередке стоит. Между ветками. А ее так переломило бы сразу. Это Бог делает так. Это наношает. Ты, когда пойдешь под тополем, где около тебя, колынся ты брал. Тополь этот большой свалить надо. А как свалить? Дождаться, когда ветер пойдет с этой стороны. У него сильная парусность, его будет валить туда. На самом большом угловой. Ну дно, который был, теперь это желатаня, угловой. И там самые, которые приезжали, они отпилили с этой стороны, его облегчили теперь. А ветер с этой стороны бывает очень редко. Значит, что нужно сделать? С той стороны, неудобно показывать нам это. Вот. А то тополь стоит. С той стороны вы выпилить. Как можно больше выпилить. А с этой стороны выпилить. Вот так вот, чтобы там сошлось, как клин. Сколько-то. А вот так. Теперь. И вот здесь вот, сбоку у тополя, выпилить. А вот это должно быть ровное, нижнее. И верхнее ровное. А по сторонам клинями. Чтобы нафиг сошлось. И тогда это вытащится. И туда поставить самый мощный анкрат. В это, по-классе это. Чтобы он стоял на ровном. И верху это ровное. А вот этот-то клиновка его вытащил оттуда. И теперь. Такие есть. Накачивай только. Ветер дует. А там уже выпилино. Оно упадет. Другой момент просто не представится. Мы это не сделали. Ну, чтобы оно упало, это все надо сделать заранее? Заранее. Заранее. Заранее, когда ветер начнется. Не до ветра. А выпили-то. Дольше часа не надо. А ветер дует не одну минуту. А вы отпилить, а в это время ветер оттуда. Ну, пока мы будем дать ветер с юга, а в ветер с юга. Нет. Нужно так делать, чтобы он пал не на дорогу. Вот между дорогой. Вот эта дорога идет. А вот этот дом. А вот туда посередине. Если шатнется, чтобы не туда, не сюда. Это я прочитал в интернете делать. И посмотрел, как валят. Мощно его давит. А там, я не знаю, больше тонн. Какой самый большой у вас есть домкрат? Какой? Три больше. Десяти тонн есть. Двенадцать есть. Сколько? Двенадцать тонн есть. А вот у нас есть деревня. Ну, это у Игоря надо спрашивать. У него может быть. Вот. Вот. Средельные советы ты даешь. Где-то по-твоему советы купили? Что смеешься-то? Тогда мы думали, думали. Кстати, без прицепа. Молчит, молчит и выдаст. Значит, вот здесь, если вам на сердце подойдет. А он уже тополь старый. Я сейчас иду мимо. Ветка одна. На ней гриб вырос. И она изолблена дятлом. То есть, она рано и поздно ухнет туда, куда мы не думаем. Инициативу надо перехватить. Самое лучшее было бы, если бы кто-то залез повыше. Ну, там, шестерку, провод. И туда дальше отошел, чтобы не доставало. И трактором туда в это время подтягивать. Гусеничном. Лена, запомни, я очень прошу. Нарышковский, чтобы ребята, как только дожди начнутся, землю, которая уже на плотине, на гусенице соскочила, сдвинули на то место, Игорь знает, где дальше, куда, где у нас есть. Потому что мы вот такой толщины только сделали преграду. От этой ямы дальше надо выронять. Притом, землю брать, она уже поднята на плотину. И он вот время сломался. Я Игорю Терентьеву говорил, попутно сказать. Это сделать обязательно надо. Мы такой обвод сделали, уже вода не прорвет. Но пока это не сделаете. Сколько раз съездите? Ну, может, 15-20. На трассе. И сено, чтобы набрали, забросил, когда он там. Прошел маленько, протрусите еще. Вы слышали? Рыжковский пруд. Он поднимал, грудил, а потом только от грудил, и у него выясница слетела. Ну, Игорь, приехал, через час-часа, полтора там поставили. А уже темняется. И мы ушли, и больше я сказал, не надо. Ладно, ты застрял около этого, азимый на плотине. Там не подъехать, не затянуть бусеницу. Ладно, что не на плотине. Значит, вопрос о совместимости. То, что я говорю, это совместимо с возможностями потеряевки. Затарить эту яму. Силы есть. Трактор есть. Выбрать время, когда ничем не будут заняты. Когда поросить день-другой. В это время, чтобы было готово. Подъехал туда и... Притом, не надо ковырять сильно. А она уже, земля поднятая. Я даю вам наказы. Прощаюсь. Ну, иначе, господи. Адам послушал Еву. Это что, божье подручение? Подкаблучник. Подкаблучник? Мы не знаем, как бы история пошла. Или другую я у Бог создал бы, или что-то. Ну, так у нас, получается, все мужики подкаблучники. Ну, не все. Вспомните, у нас было, на Новый год, что мы игры проводили. Снег таскали. Помните, они имена, помните? Это было зимой. На Рождество устроили игры. Создали две команды. Мужчины и женщины. Поставили вот по прямой от батюшки до баб Серафимов. Здесь бак трехведенный и там. А по прямой, где барабаши, сюда до храма, вот от этого должны были пригоршними, шапками, рукавички. Ну, что хочет, надо сказать, снега. Кто быстрее, тот при своем месте. Свои одежды. И знаете, что у нас получилось? У нас все мужчины послушались матушку. Она им сняла свою юбку, подала. Они веком побежали, наполнили, естественно, бочка сразу. Это не говорит ни о чем. Это вот как раз о том и говорит, что мы такие не всегда думаем. Нет, они сделали правильное решение. Нет, нет, нет. Какое правильное решение? Выход на шоссе. А боговая, а боговая, это кто? Дело не в этом же. Женщина. Вот вы все вот такие. Да просто не в юбок, не на пыль, а не в сейси. Это проще не мешать. Обо мне пишет характеристику. А характеристику, как раз компонент, это мужик с большой буквы. Определенно. Создали условия, все, чтобы знала свое место. Никак не годится эта женщина. Подкаблучник был Соломон. Это уже все. Али снимал, а он тогда его настроил. Как еще в Иерусалиме? Он достоин смерти был. Подкаблучник. А вот Давида, так нельзя было назвать, он четко держал в своих руках. Вот у Якова сколько их было? Теперь решаю, гляди. Где вы прийти, Слово Божие поступали? Где женщину не мог он ухоротить? А женщина бывает характер такой, да еще и визгливый такой голос. Она сама возьми, весь чрезвычай смотрели перед, когда она его ждала на вокзале своего кельяна. Да я такая стервная, я такая стервная. А когда я его увидела, как она за ним бежит, а он на этой без ноги упирается, она упала, придем кирьян, прости. Дальше что? Вот так. Мы знаем, Самсон потерял все. До встречи женщины, после женщины, это другой человек. А вот как смотришь у мусульман, четыре, петуха никогда не назовешь подкаблучником. Он все в руках своих, в лапах своих держит. Ну это, наверное, гусак. Да, значит так. Мужчина, это глава, это хозяин. Мы можем быть с головой. Но если мужчина потерял кафедру, учить неправильно, а зато вот, говорит, женщина занимает кафедру. В этом случае. Мужчина голова, а женщина шея. А шея нечем думать. Куда? Куда голова? Скажем, куда шея подойдет. А мозги-то все равно в голове, а не в шее. Думать можешь, шея чем-то думает, куда прогодит. Шея думать не может. Так, вопросы. О совместимости мы поговорили. Совмещать надо с Библией. Мои мысли. С Библией. Вы не знаете, как определить. Четыре вопроса задавайте и решайте. Самое первое, что задать вам, что еще временного или вечного. Вопрос. Прямо. Ты хочешь делать, переезжать. А переезжать или что-то строить. Для чего? Вопрос на бумаге напиши. Вот сделай, то сделай, и не так. Плюс-минус. Разведи. Значит, что об этом говорит Библия? Это надо знать в Писании очень и очень хорошо. Третье. Что говорит моя совесть про это? А совесть бывает и сожженная. Поэтому помолись. Попроси Бога, чтобы через совесть. И четвертое. Этим поступком не вызвали я соблазн в людях. И когда все положительно, посоветуйся там со священником, с кем, и начинаю делать. Четыре вопроса, которые каждый может решить. Но для этого необходимо жить свято и смотреть в Библию. И думать о Царстве Небесном. Ищите прежде всего Царствие Божие. И правда, и все сие приложится вам. Что? Еда и одежда. А все считают, и все остальное приложится вам. И баптисты, и патриарх все считают так. Нету остального. А остальное что? У меня может быть 10 этажей дома со шпилем. Остальное. Мне вот 10 миллионов долларов подарил бы кто-нибудь. Но про это не говорится. Все сие. О чем впереди говорится? А говорится там об еде и об одежде. Я дело говорю? Не надо переночивать. Так. И ты, если замуж собираешься, Азнатолий говорит, Вышла замуж? Кире. Пиши. Превратись в камень. Можно сразу вопрос. Том и место, где? Что-то искали, даже в интернете нет. Плохо искали, найдите, сказали. Покажи. Превратись в камень, напиши. Он прям так сказал, или это просто примерная фраза по смыслу? Где? Какой том? Вышла замуж? Превратись в камень. Афанин? Нет, нет этого. Наверное, по смыслу так. Это просто какая-то фраза несет такой смысл. Жена доущества без волга. Это понятно? Понятно. Павел говорит. Учить жене не позволяю. Опять молчать. По слову Божьей молчать. Если он не нуждается, и если это разрешит. Она может еще на мой год подкидывать записки. Каждый день не такой. Она столько тебе накидает, чтобы только голову отгонать. Один мужчина решил, говорит. А я все-таки узнаю в нашем ауле. Мусульман. Если мужчина глава. Знаете? И он тогда пошел. В каждый дом прошел. Кто хозяин? А она первая на работе. Ну, я. И что? Опять заходит. Кто? Ну, я. И что? Да ничего, я просто узнать хотел. И вот тогда зашел. Мужчина выходит. Живит. Кто в семье хозяин? Как кто? Я. Вот, слава Богу, нашел. Я, говорит. У меня осел белый и осел черный. Вот теперь выберите любого, берите. Да подожди, я под душиной посоветую. Черного или белого осла было брать-то? В вопросах домашних я бы затронул. Женщина бывает острее меча. Она все знает и веритежку, и дети, и все как. А в дела духовных ее не вызывают. Бывает женщина, даже цариса, девора, там мы считаем такие. Но это единицы, которые, ну, так и считаются, что из ряда вон выходящие. Железная леди, Маргарита сейчас была. Русская Екатерина Елизавета. Какие царицы были прекрасные. Самое лучшее время для них было. Там 30 лет и войны ничего нет. Вот так. Вопросы? Значит, мне камеру желательно получить поскорее. И остальное, что я заказываю, сам Дата Тополь. И вот это вот. Вы остаетесь, подумайте. По Тополе, я считаю, Алексей вполне бы поправился. Дам-ка радому дать. Да, у нас свои есть. Ну, что же, Топ. Да, да, да. Когда ветер отсюда, стекли ветер дали. Ветер его отрывает. Перевердет. Я еще раз говорю. Если я вас чем-то обидел, по-человечески. Простите. Бог простил. Бог простил. Бог простил. Второе. Как мама говорила, попросить молиться. Помолитесь. Я вас всех помню. Ежедневно. Володю каждый день поминаю. Чтобы он познал молитву. Прислушался к словам Матери. Про вас и говорить не надо. Вы в моих молитвах. И как всегда, все ваше родство. Ежедневно, ни одного дня, как думаю, у меня пропуска не было. И поэтому вас прошу. Я сказал сегодня, а что молиться? Молитесь, чтобы, потеряя, Бог прислал жителей, истинных, верующих, с детьми. И чтобы сохранил школу. Бог может это сделать в один год. Ну, а второе. Чтобы расшириться, делал и общий. Дал священника третье. Четвертое место для занятий. Дома мы занимаемся. В интернете я занятый. И вот я сегодня, в два часа, я уже за компьютером. В два часа. В два часа и до утра. Столько писем, столько вопросов. Люди идут. Там всякие разные еретики, злословище. Все надо разобраться. Даем много и много материалов. Так, я поставил ролик, который опроверг телетий. Так, я вчера убрал. Я говорю, а что ты раньше тебе сказал-то? Я говорю, вот, посмотри. Я пошел, Костя, я подумал, на Игоря овес. А ты, говорит, гречи их, а овсюгом покрытое. И она нам не принадлежит. Я сразу на велосипед домой и сразу его стер. Нет этого ролика. Скажи ему. Вопросов даже нет никаких. Я долго шел по полю, у меня видно. Я пришел, а там. Я думал, в кабину залезу, как с терентьем всегда, прокачив. А там чужой дядька сидит. С терентьем, наверное, да? Да, с терентьем. С порченным, с порченным. Ну, вот такое дело. Вчера я катался, ездил. Там тереть и убирает. Иосиф возит. Тут убирают. И закончил тем, как Ерема на тракторе тебе сказал. То есть, цикл. А Исаки? Это будет где-то, где-то, где-то через 10, и стоит ролик. Он полный довольный. Я всю дорогу снимал. Околки объяснял. Это донряж и налога. Исаки тоже работают. Исаки тоже работают. Так, про потерялку поставил три ролика. Каждый ролик где-то минут, наверное, по 40. Примерно. Начал с дома. Ну, может поменьше, там, 25-30. Не помню. И начал все снимать. Потеряю в Кавосине всеми цветами краски. И все. И закончил Любой. Она идет с грибами. Это я все объехал. На Рыжковский. Сюда, с этой стороны. Туда, вокруг. И здесь интересно. Вот здесь вот заезжаешь. Я как-то тогда говорил. Это лужи, глушков. Засыпали-то. А сейчас там тоже маленько есть. Ну, я думаю, я сверну. А тут трава. А там колея. Как на мотоцикле-то. А велосипед-то никуда. Я с разведу-то. Я, правда, тихо ехал-то. С велосипеда-то грохнулся в лужу. Близги далеко летели. Поднялся. Давай бумажки себе собирать по одной. Все это вытер. И все, наверное, до места доехал. А она обратно уже с другой стороны уже все. Все заснял. И вокруг. И так закончил топ-пас. И тебя тут увидал. Да еще у меня интервью взял. Я разбил на предчастие. Потеряю какое-то красивое место. Для Сибири очень красивое. Главное воздух. И коботок еще не портится. Все. И что говорить? И благословите нас. Третья, а мы вас будем будем делать. Пожарите, а мы вас будем делать. Безвенение Серафим, безвестнение Бога, Слово Родшую, Сущую, Болгородицу, Тебя и Чая. Любящий наш Отец Небесный, мы предстали перед Твоей величием и просим Тебя, и во имя Господа нашего Иисуса Христа, услыши нашу молитву, чтобы на земле мы воистину могли сказать, что мы дети Твои. Сколько хороших минут и дней мы имели, живя вместе. И чтобы расставание не разлучило это чувство любви. Пришли добрые жители с детьми, сохрани школы, расширь пределы общих. Дай нам еще священника и местных занятий. Распусти нас с миром. Господи, Духом Твоим Святым просвети наш разум, чтобы мы были движимы Духом Святым. И каждому дамы духовное рождение и крещение Духом Святым. Хвала Тебе и слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.